МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Ирбис. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска, как всегда, коротко о главном. От сельского хозяйства до коммунальных вопросов. В столице Абылкаевскаков отчитался о социально-экономическом развитии области. По сценарию мелодрамы 35-летние мужчины узнали о подмене в Железинском роддоме. Многомиллионный иск рассматривают в суде. В Акимате Павлодара взяли на контроль требования сотрудников первого автопарка. Договорились о том, что они оформят свои требования письменно, какие там у них претензии есть, перейдут на рассмотрение нам в судовой Акимат. Студия на балконе. Начинающий поэт-блогер покоряет интернет-пространство. Тут же нам встало и мол, мы глядем в горизонт. А давай-ка сделаем. Ре! Мать его! Мо! Хотите иметь волосы, полные жизненной силы и красоты? Олин Профессионал может легко воплотить в жизнь эту мечту. Олин – это сотни самых сочных оттенков красителей. Олин – это полный спектр средств для лечения и ухода за волосами. Олин – это невероятный выбор инструментов для стайлинга. Европейское качество и эффективные составы позволяют Олин Профессионал превосходить все ваши ожидания. Спрашивайте продукцию в салонах красоты вашего города. Официальный представитель на территории Республики Казахстан – компания АИФ Косметик. «Черная пятница» в эталон Меха. Только у нас 25 ноября по 5 декабря мега скидки до 40% на российские шубы. Торгово-развлекательный комплекс «Батыр Молл». Выбирайте лучше, ведь вы этого достойны. Радио МС. Костюмы, ведущим, предоставленные салоном мужской одежды «Ламберти». Жители Павлодарской области приняли активное участие в 20-м съезде партии «Нур-Отан». В 2020 году он прошел в онлайн-формате. Однако значимости от этого меньше не стало. Подробнее наш корреспондент. На съезде была принята предвыборная программа партии, а также утверждены кандидаты на выборы в мажорист парламента страны. В списке 126 человек. Трудную минуту «Нур-Отан» всегда был с народом. Сегодня партия ассоциируется с реальной властью в стране. Это налагает на нас огромную ответственность. И мы это осознаем. Быть кандидатом от партии «Нур-Отан», стать частью партийного списка, значит разделить ответственность за государство сегодня и за будущее. Появились новые идеи, новые мысли. Очень много молодых ребят появилось, которые вдохновляют и которые, наверное, призывают. И для партии это огромный успех. На предстоящие выборы в мажорист парламента 77 кандидатов от партии «Нур-Отан» определили по итогам внутренних праймерис. От Павлодарской области в этот список вошли четверо. Александра Петрова, телекомпания «Ирбис». С начала года в экономику Павлодарской области привлечено порядка 370 миллиардов тенге инвестиций. Темп развития производства 100,4%, а общая стоимость изготовленной продукции составляет 1,6 триллиона тенге. В ходе ежегодного брифинга в службе центральных коммуникаций Аблкейр Скаков подробно рассказал о социально-экономическом развитии региона за последние 10 месяцев. Все самое важное и интересное в нашем аналитическом блоке. Спонсор бизнес-новостей, магазин сантехники и отопления «Кереметснаб». Всегда выгодно и комфортно. Диверсификация экономики за счет развития сельского хозяйства. Такую задачу перед собой поставил глава региона и его команда. По словам Аблкейра Скакова, наша область полностью обеспечивает себя 23 наименованиями продуктов. Из 31, которые включены в список основных продовольственных товаров. Акцент сегодня на три направления. Развитие орошаемого земледелия, производство молока и мяса. В этом году будут введены 7 молочно-товарных ферм. Еще 15 в течение трех лет. Это, по нашим прогнозам, приведет к 60-процентному росту промышленного производства молока. По мясу. В этом году в область импортируют 4400 голов КРС, большинство из которых мясной скот. На будущий год запланирован запуск крупной откормочной площадки на 5000 голов. Столичные коллеги спрашивали главу региона, будет ли он делить журналистов на своих и чужих, избегать сложных вопросов. Аблкейра Скаков сказал, что всегда за правду. И принимает критику. А в пандемии для бизнеса он нашел даже положительный момент. Это спрос на отечественную продукцию, увеличение заказов и отсутствие зависимости от импорта. Пандемия, как оказалось, имеет и положительные последствия. Сокращение импорта из-за карантинных ограничений позволило развить потенциал наших внутренних резервов. Мы максимально задействовали мощности строительной индустрии, легкой промышленности, производителей металлических и деревянных изделий. Куда же без коммунальных вопросов. Проблему недогрева в многоэтажках города глава региона держит на особом контроле. Так же, как и ситуацию с грунтовыми водами на втором Павлодаре, где жители частного сектора топят каждый год. В прошлом году было начато строительство канализации. Правда, были там технические проблемы. Буквально до этой недели основная часть работы завершена. Была проведена работа над ошибками. И по заверениям Акима города, в ближайшее время, в декабре месяце, он планирует подключить большую часть жителей частных домов второго Павлодара к этой централизованной канализации. Производство ферросицилия и металла также находится в авангарде. Об этом уверенно заявил глава региона. Ставка по-прежнему будет сделана на развитие кластерного сектора. То есть полный цикл от алюминия до автомобильных колес и радиаторов. Артем Буланов, телекомпания «Ирбис». На сегодняшний день из ТАП-фонда отпускается четыре вида товара. Крупа гречневая по 300 тенге за килограмм, рис по 245 тенге, макароны изделия по 180, а также соль, входящая в перечень социально значимого продовольствия, по 45 тенге. Плюс 10% надбавка в магазинах доставляют в те торговые точки региона, с которыми подписали соглашение, в основном социальные. Всего заключено 235 договоров. Так, в текущем месяце в стабилизационный фонд закуплено картофель, морковь, рис дополнительно, мука первого сорта и крупа гречневая. Таким образом, сейчас уже можно сказать, что стабилизационный фонд сформирован и запасы его составляют свыше 5000 тонн. Также в зимний период нами сейчас прорабатывается закуп дополнительных продукций. Это сахар, масло подсолнечное и яйцо первой категории. Гречки в стабфонде порядка 420 тонн, риса 317, макаронах изделий больше 60 тонн, а еще сахара 226 тонн, муки первого сорта 2350. Картофеля закупили 1249 тонн, моркови 286. В этом году мы закупили в три раза больше объем именно картофеля и моркови, чем в прошлом году. Это крестьянское хозяйство, местный отечественный наш товаропроизводитель, именно крупный производитель картофеля. Мы закупаем именно с учетом хранения и доставки до города Паладар именно продукции картофеля и моркови. Кроме того, с 16 овощеводческими хозяйствами отдел предпринимательства совместно с управлением сельского хозяйства заключили трехсторонний меморандум. С 10 ноября начали поставку удешевленного картофеля по отпускной цене 70 тенге за килограмм. С реализацией во всех социальных магазинах Паладара по 90. В городе таких точек на сегодня 36, из них 4 в сельских округах. Артем Клеван, Ольга Шкрет, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопления «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно. Внимание! Осенний ценопад в магазине сантехники и отопления «Кереметснап». Вместе с листьями падают и цены. В период с 1 октября по 1 декабря действуют скидки на весь ассортимент сантехнического оборудования. А это значит, что у вас есть возможность создать для себя функциональную и уютную ванную комнату. Унитазы, ванны, джакузи различных форм и размеров от лучших мировых производителей. Широкий модельный ряд современных душевых кабин, оригинальные и надежные смесители. А еще вас ждет большой выбор стильной, удобной и красивой мебели и аксессуаров для ванной комнаты различной комплектации. А также спешите на новое поступление конвекторных обогревателей. Пусть ваша осень будет теплой и уютной. Вместе с магазином сантехники и отопления «Кереметснап». Улица Целковского, 24. 35 миллионов тенге морального ущерба требуют две семьи с Железинской районной больницы. В 1985-м в медучреждении допустили ошибку, перепутав детей. Раскрылась, правда, только в этом году, когда уже взрослый мужчина Нариман Хамитов сделал ДНК-тест. В итоге дело рассматривают в суде. Эта история словно из сценария мелодрамы. На самом деле реальная. Сложно представить, что такое может произойти и в жизни. Двое мужчин, которым уже по 35, неожиданно узнали, что все эти годы воспитывались не в родных семьях. На свет оба появились из Железинской районной больницы в 1985-м году. На ДНК-тест Нариман Хамитов решился после того, как общие знакомые несколько раз указали на его сильное внешнее сходство с Анваром Куанышевым. Степень родства анализ подтвердил. Пострадали в итоге две семьи. Все они теперь требуют с больницы. Моральный ущерб в 35 миллионов тенге. Мы с данным иском не согласны, поскольку КГП на ПХВ Железинская районная больница не является правоприемником больницы, в которой были приняты роды Куанышева в 1985-м году. Не может отвечать за виновные действия и является ненадлежащим ответчиком. Представитель больницы в суде пояснил, за 35 лет ту самую лечебницу фактически ликвидировали, как юрлицо. Делали причем это несколько раз. Впоследствии образовали новую. И с кого теперь требовать моральный ущерб не знают. Между тем биологические родственники уже познакомились и стараются наладить отношения. Артем Кулеван, Серега Нагбаев, телекомпания Ирбис. Бурное обсуждение сегодня вызвало новость о том, что казахстанцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев с 1 января 2021 года. Информация моментально распространилась в социальных сетях. Позже материал прокомментировали в Министерстве внутренних дел страны. Подробнее в нашем традиционном обзоре новостей из соцсетей. Процедуру дактилоскопии якобы будут проходить при получении удостоверения личности с нового года. За отказ от сдачи предусмотрен штраф. Однако в Министерстве внутренних дел поспешили ситуацию прояснить, заявив, что эта информация устаревшая. Было принято решение о переносе сроков введения в действие данной процедуры. В ведомстве отметили. Позже предоставят официальный комментарий. Тотальный контроль. А у нас забыли спросить? Да сразу бы уже клеймили. Из бывшего триаж центра Байантау вывезли кровати. Там вновь начнутся тренировки. Занятия спортом планируют возобновить с 30 ноября. Напомним, инфекционный госпиталь работал со 2 июля. 420 кроватей, которые прошли специальную обработку, будут возвращены учреждением, как и оборудование. Проведена неоднократная дезинфекция и в самом спортивном сооружении. Всего в комплексе функционируют 10 секций, где занимаются больше тысячи жителей Павлодара. Это лучшая новость за сегодня. Ну, наконец-то! Жизнь налаживается. А не рано? Декабрь обещает быть веселым, судя по статистике. Высокотехнологическое будущее уже рядом. В Экибастузе установили зарядки для электрокаров. Прохожих удивил новый способ заправки автомобиля. Сам протянул, наверное. А мы думали, что же это такое? Экибаст сила! Субтитры создавал DimaTorzok А ноги не устают. Действует доставка по Казахстану. Есть беспроцентная рассрочка до 6 месяцев. С ассортиментом моделей вы можете предварительно ознакомиться на нашей странице в Instagram. Ральф Рингер ПВЛ Торговый комплекс Тулпар Первый этаж Бутик 221 Старый ЦУМ Бутик 22 А также торговый дом Артур 3 Бутик 356 В Экибастузе растет количество участников малого и среднего бизнеса. Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за введения карантинных мер. При содействии Палаты предпринимателей с начала года в городе Горняков открылось 67 новых компаний. В том числе фермерские хозяйства. С введением карантинных мер из-за коронавируса в Экибастузе многие фирмы временно приостановили свою деятельность. Однако ни одна компания не объявила о закрытии. В том числе и благодаря поддержке со стороны представителей региональной палаты предпринимателей. Сотрудники которой работали все это время. Дистанционно. По программе Инбек через только фонд финансовой поддержки было рассмотрено 25 проектов на общую сумму 198 миллионов. Из них одобрено 16 проектов на сумму 107 миллионов. Это я говорю про те проекты, которые мы сопровождали, которые прошли через нас. В том числе и выпускники проекта Бастал. Одно из главных направлений деятельности палаты предпринимателей – проект Бастау. В этом году в Экибастузе обучили 300 участников. Таким образом здесь полностью выполнили план. Сертификаты об окончании получили 274 человека. 40 из них выиграли гранты по 200 МРП на открытие бизнеса. Еще 50 отдали выпускникам прошлого года. Александра Петрова, Артем Злобин, телекомпания «Ирбис». Претензии от работников автобусного парка в письменном виде ждут в городском Акимате. Чиновники заявили, как только официальная бумага поступит в ведомство, в течение недели вопрос рассмотрят и примут решение. Какие требования выдвинули водители и кондукторы, а также что по этому поводу думают повладарцы, расскажет Азиза Исабай. Накануне вечером остановки были переполнены. Напомню, во второй половине дня десятки автобусов не вышли на линию. Работники парка номер один собрались перед административным корпусом в ожидании руководства, а также городских чиновников. Хотели бы, конечно, чтобы представители Сакимата были, чтобы с ними побеседовать. Но мы здесь находимся с двух часов, а никто на связь не вышел и навряд ли уже выйдет. Прибыли нет, усиленная дезинфекция. Плюс еще пассажирам масочный режим, им тоже это не объяснить. Возили пассажиров накануне только пригородные маршруты. Повладарцы сложившейся ситуации очень возмущены. Говорят, больше всего пострадали пассажиры. Потому что сейчас карантин, многие не работают, дома сидят, правильно? Не так, как раньше. Они все так жалуются, что у них нет прибыли. Пустую ездят, типа так. Кто его знает? Сейчас ситуация такая, карантин же. Это неправильно. Автобусы должны регулярно ходить, потому что на улице, во-первых, холодно, не уехать, ни на чем не добраться. И в субботу, воскресенье это вообще ужас, никуда не доедешь. Вчера сказал кондуктор, что по тысяче поделили и разбежались домой. Но тысячу за 15 часов это вообще ничего. Ни о чем. Надо разбираться глубже в этой проблеме. Смотреть. Может быть, с какого-то фонда доплачивать им водителям, кондукторам. Действительно, сейчас пандемия, поток людской уменьшился. Жить-то надо на что-то. То есть, я все-таки на стороне водителей. Сегодня в городском Экимате заявили, ситуацию взяли на контроль. Шести утра движение общественного автотранспорта осуществляется на 80%. Среди требований утвержденный ежемесячный оклад или снижение арендной платы, которая варьируется от 5 до 20 тысяч тенге в смену. В зависимости от маршрута и вида транспорта. Вечером зам Акима области, первый зам Акима области с Акима города выехали туда, в парк. Проговорили с этими водителями вопросы. Договорились о том, что они оформят свои требования письменно. Какие там это самое, у них претензии есть. Передадут на рассмотрение нам садовой Акимат, и мы уже будем принимать меры какие-то. Как только претензии в письменном виде поступят в городской Акимат, решение примут в течение недели, заявили чиновники. Отмечу, что в этом году за льготный пресс по семи категориям автобусному парку изначально возмещалось 8,2 миллиона тенге в месяц. Но с учетом выходных и праздничных дней, когда общественный транспорт не работает, эта сумма уменьшилась и составляет от 4 до 6 миллионов тенге. На открытые колодцы жалуются зрители Ирбитса. Видео отправили в мобильное приложение. Озвучили конкретные адреса. Кроме того, повладарцы высказывают претензии по поводу уборки снега. Давайте посмотрим постоянную рубрику. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что с торговым домом Мега функционирует также и малый зал. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Район Хемгородки, горка. Вот здесь никогда снег не чистится, никогда не убирается. Машины буксуют, подняться не могут люди тоже, пенсионеры особенно. Вот здесь никогда зимой не чистится снег и не убирается в этом месте именно горка. Открытый колодец уже давно улица Сулейменова, Димитрова, переулок. Дальше по улице на перекрестке Димитрова, Дерово, тоже открытый колодец. И между ними примерно вот здесь вот тоже открытый колодец. Примерно месяца 3-4 после монтажа новой канализации. Никто ничто не принимает. Вот подготовка теплосетей к зиме. Абсолютно голая труба, тыщевка. На участке между Варушино и Камзино. Зарядки вообще нет. Снег падает на голую трубу. Уже столб покосился. Естая 142 во дворе. А два года не горят. Не знаю, ЖКХ может увидит, включит свет. Викторову 115, второй подъезд. Между седьмым и восьмым этажом устроил ночлежку. Неоднократно звонила полиция и мухаммеджанов. И до сих пор не забирают. Проходить страшно невозможно. Это поселок Ленинский, Макожаново. Двухэтажки. Здесь таких четыре двухэтажки. Находятся они в центре. Возле мечети, возле детского садика. Вот здесь такая площадка. Перед домами уголь, углярники. Все квартиры жилые. В каждом доме печь. Здесь их таких четыре двухэтажки. Сделайте людям отопление здесь. Они будут платить вам. Здесь невозможно. Везде зола, везде уголь. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что с «Торговым домом Мега» функционирует также и малый зал. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Мега-скидки. Мега-выбор. Мега-мебель. Современные гостиные. Мега-комфортные спальные гарнитуры. Идеальные обеденные зоны. Мега-широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики. Изящные модели. Лаконичный модерн для мега-современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление «Торговый дом Мега». Мега-грандиозно. Вспомнили спустя несколько лет. Многоэтажку по адресу Сибирской 87-2 в эксплуатацию ввели в 2014 году. Но сегодня дом и сети коммуникаций, подведенные к нему, все еще на балансе отдела строительства. Чиновников этот вопрос не беспокоил до тех пор, пока не произошел сбой электричества. Устранять аварию пришлось силами коммунальных служб города. Сибирская 8702. На улице 24 ноября. Время 22.20. У нас с 18.30 в нашем доме нет света. Три подъезда, 108 квартир. Сидим абсолютно без света. Как только люди остались без света, обратились в аварийную службу энергетической компании. Там их перенаправили в городской Акимат. По номеру 109 заявили, на устранение уйдет не больше двух часов. С тех пор прошли вот сутки, на другой день, только в 6 вечера нам подключили генератор. И при условии, что нам нельзя включать другие электроприборы, кроме одного света и чайника. Жители говорят, в доме много грудничков, школьников и студентов. Находиться без света практически невозможно. У меня ребенок, ему еще нет двух месяцев. Мне нужно было и кормить его, и подкармливать правильно, подогреть еду, подмыть его. Мне пришлось искать квартиру для того, чтобы создать условия для ребенка. Почему я скитаюсь с малолетним ребенком где-то по городу, я понять не могу. Люди говорят, когда искали краник, выяснили, что их дом и сети все еще на балансе отдела строительства. Хотя многоэтажке уже больше пяти лет. Данные сети на балансе уводила строительство города Павлодара. На сегодняшний день там выявлены аварии. Получается прорыв десятки киловольтов. На сегодняшний день все работы устранены. Вчера до обеда подключен садик. После обеда к вечеру уже мы подключили на дизельный генератор, чтобы люди на ночь без света не остались. Аварию устранила подведомственная организация ЖКХ КГУ Коммунсервис. С четырех часов люди уже могли пользоваться всеми электроприборами. Кроме этого, с сегодняшнего дня специалисты отдела строительства начали заниматься передачей электросетей по полномоченный орган для дальнейшего обслуживания. Азиза Исабай, Артем Злобин, Серик Конакбаев, телекомпания Ирбис. Философия с юмором. Житель Павлодара Эльдар Мамедов покоряет сердца горожан своими правдивыми стихами о жизни. Самое интересное делает молодой человек это стильно и со вкусом, доказывая всем, что и в регионе в одиночку можно производить качественный контент для собственного блога. Артем Буланов побывал на студии, где создаются мини-истории. Студия талантливого Эльдара Мамедова находится прямо на балконе. Да-да, вы не ослышались. Место отдыха, офис и главная мастерска. Все в одном месте. Именно здесь парень сочиняет свои жизненные мини-истории, которые цепляют простотой и креативом. Не было совсем забот, к счастью не было печали, никого не трогал, чаечек молча попивали. Тут жена вдруг встала и молвит глядя в горизонт. А давай-ка сделаем. Ре! Мать его! Мон! Займет неделю, не больше, не вредки. Все ложь. План маналета, забудьте на год от ложи. Выбор дверей, ругались. Выбор обой, подрались. Еще нужно выбрать мебель, о-о-о, иди попались. Работает Эльдар банкиром, но офисным планктоном себя не считает. Со школьной скамьи занимался музыкой и вокалом, а также копил на квартиру и студию. О ней он мечтал с детства. Я собрал полностью стол из подручных средств. У меня были листы, у меня были ножки. Я купил компьютер, то есть тумба. Это вообще с кухни я оторвал дверцу, все оформил, микрофон. Все под себя. То есть я жене подарил трехкомнатную квартиру, себе забрал балкон. Но это мой офис, так сказать. Здесь приходит ко мне муза, я захожу. Здесь алтарь моей жены, если вы видите. Приходит муза, я сочиняю. Хороший контент можно делать и в регионе. Для этого не обязательно покорять столицы, либо другие страны и материки. Темы блогеру-поэту подсказывает сама жизнь. Именно поэтому контент Эльдара нашел отклик в сердцах людей. Подписчиков на совсем недавно созданной странице, правда, пока немного. Но с таким креативным подходом аудитория лишь вопрос времени. Из теплых реакций было то, что, как вы говорили, то, что вау, не верится, что у нас в Павлодаре есть такие интересные ролики. То есть очень интересно вас смотреть, наблюдать. Вам желаем развития. Но был даже один хейтер, первый мой хейтер, который написал, типа, а где стихи? Мол, типа, что это у тебя за ерунда? Ну ладно, это впереди еще много такого будет. А так вот самое приятное – получать сообщения такие, что нам нравится, продолжайте в том же духе. Это значит, что оценивают твой труд. Эльдар по жизни оптимист. Начинающий блогер Пэт совершенствуется с каждым днем. Постигает все новые приемы, стихосложения, а также прокачивает монтажные скиллы. Его работы уже оценили многие топовые контент-мейкеры. Артем Буланов, Артем Злобин. Селекомпания «Ирбис». Казахстанские лыжники начинают сезон. Сегодня в Чучинске стартует чемпионат республики. За команду Павлодарской области выступят все сильнейшие спортсмены. А вот в каких дисциплинах они будут бороться за медали, расскажет моя коллега. Лена, тебе слово докладывай. В программе первенства страны три гонки. Это спринт, а также классическим и свободным ходом. Далее информация из Акту-Бе. В эти дни там соревнуются пловцы. Ваше дело – дождаться, не переключайте. Два объекта «Спортсити» введут в эксплуатацию в ближайшее время. Завершается строительство тренировочного хоккейного корта и юридическое оформление документов футбольного манежа. Масштабное строительство продолжается. Мультиспортивный кластер – это четыре современных больших объекта. Помимо ледового корта и футбольной арены, в городке возводят центр олимпийской подготовки и крытый легкоатлетический стадион. Безусловно, для нас проект «Спортсити» он начат и является приоритетным. Мы планируем в дальнейшем его реализовывать для того, чтобы доступ для занятия массовым спортом, для доступа и жителей региона, и детей к спортивной инфраструктуре был на достаточно хорошем, высоком уровне. Общая стоимость четырех строящихся объектов «Спортсити» – 12 миллиардов тенге. Все они возводятся на спонсорские средства. Меж тем, после снятия с чемпионата команды «Иртыш» футбол в регионе ждут кардинальные изменения. Большие планы у нас есть в целом по изменению концепции развития футбола с акцентом на детско-юношеский, в целом с акцентом на занятия массовыми, уделение внимания массовым видам спорта. И те финансовые ресурсы, которые планировались из бюджета на выделение, на содержание футбольного клуба «Иртыш», они были перераспределены в том числе в пользу массового спорта. В следующем году в чемпионате среди команд мастеров наш регион представят клуб «Экибастус» и футболисты «Аксу». Последние получили право играть в первой лиге по итогам успешного выступления во втором дивизионе. Вторую золотую медаль на чемпионате Казахстана завоевала Аделаида Пчелинцева. Успех наша спортсменка добилась на дистанции 50 метров брасом. Следующими на старт выйдут пловцы мужской сборной Павлодара. Чемпионат Казахстана в октябре экспериментальный, чтобы не допустить распространения болезни, было принято решение разделить женские и мужские группы. Среди представителей с прекрасного пола свой высочайший класс показала воспитанница Павлодарской школы плавания Аделаида Пчелинцева. Для начала она выиграла серебро, а затем две золотые награды. Три медали были завоеваны в заплывах брасом. Следом в борьбу вступят мужчины. И здесь отличные шансы есть у нашего Ивана Карпова. Уровень у них высокий плавание. Они уже мастера своего дела, то есть чувствуют воду хорошо. И уже не дети. В заплыве на 50 метров брасом Аделаида опередила хозяев водных дорожек, спортсменок из Актобе. Позади остались София Абубакарова, Олеся Саржанова и Анна Крамарь. В Таразе проходит первый раунд национальной лиги среди мужских клубов. В третий игровой день волейболисты Павлодара встречались с Алтаем и уступили 0-3. Турнирную дистанцию продолжают и баскетболисты. Иртыш экзаменовал команду Актобе. Молодежный состав Актобе перед встречей с Сартышом заметно усилили игроками национальной лиги. Так на матч вышел экс-форвард Павлодарцев Богдан Лаш. Неудивительно, что в кольцо своей бывшей команды он отправил 23 очка. Но и среди подопечных Жулдыз Байдусеновой нашелся свой герой. Центральный форвард Еседж Аркылов. Интересно, что родом он как раз таки из Актобе. Поэтому для парня встреча была принципиальной. По идее я начал поздно играть в баскетбол, в 19 лет, в студенческие лиги. Вот оттуда я показал неплохие результаты и команда Иртыш забрала меня. Хотел бы сыграть с командой ПБК «Астана». Они очень хорошая команда, сильная, всегда одни профессионалы там. Думаю, в следующем году, когда мы попадем в национальную лигу, когда первое место в высшей лиге возьмем, думаю, сыграем с ними. Есед набрал 10 очков и сделал столько же подборов, что для центрального форварда хороший показатель. Ну а главным снайпером Иртыша в этой встрече стал Бауржан Мирбеков. В его активе 15 баллов. Руслан Измайлов тоже вошел в тройку лучших по результативности. И в завершение хоккея «Достан Аблай» вернулся в расположение «Орлана». В Иртыше молодой игрок был на правах аренды. Тем временем трехкратный чемпион страны и любимец павлодарских болельщиков Денис Клемешов возобновил карьеру. Нападающий подписал контракт с клубом «Алматы». И таким был спортивный четверг. Удачи вам и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова